В начале декабря митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл посетился архипастерским визитом в город Москву. В день двунадесятого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы и в 96-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, митрополит Кирилл совершил божественную литургию в Малом Соборе Донского монастыря. Владыки сослужили архиепископ Сергеево-Пасадский феогност и епископ Бишкекский и Кыргызстанский феодосий. Одна из главных святыней Донского монастыря мощи святителя Тихона. В своей праздничной проповеди владыка Кирилл говорил о подвиге новомучеников и исповедников российских, пострадавших в 20 веке за православную веру. Пусть Господь благословит всех нас, дорогие братья и сестры. В эти непростые дни, когда сегодня мы вновь и вновь пытаемся обрести новые пути для нашей страны, для наших народов. С одной стороны, сегодня радостно видеть возрождение храмов, но еще нужно сделать очень многое, чтобы храмы наполнились людьми и чтобы, конечно, наши молодые люди знали бы истинного Бога, знали христианские заповеди, ибо только в этом может быть и радостная, и жизнь счастливая на земле. И в этом есть, конечно, наше вечное спасение. В этот же день в Малом соборе Донского монастыря, в сослужении архиереев и духовенства, молебену мощей святого Тихона совершил патриарх московский и всеяруси Кирилл. По окончанию молебна предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. На примере того, что произошло с Россией, с Церковью нашей, которая умирала, но воскресла, мы должны через этот пример взирать и на то, что сегодня происходит с нами и со всем родом человеческим. Иногда кажется, что уже последние времена и врат к роду человеческого торжествуют, но еще не конец. И как воскресла Россия после трагических лет, в том числе и связанных с земной жизнью патриарха Тихона, так верим, что по молитвам, в первую очередь, новомучеников, исповедников российских, и сегодня Россия не отступит с путей своего духовного возрождения. На следующий день в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя открылся первый большой съезд казачьих духовников. Тема первого форума в истории русского казачества «Православие. Духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения». В начале съезда к собравшимся с первосвятительским словом обратился предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший Владыка подчеркнул, что основой казачества всегда были и остаются православная вера и любовь к Отечеству. И если вы одеваете на себя казачьи формы, то это означает, что ваше казачество будет подлинным только тогда, когда вы станете воцерковленными православными людьми. А без этого увлечение может скоро пройти. И форма будет снята, и традиции будут попраны, потому что не будет основы, базиса для формирования казачьего образа жизни. В этот образ жизни и входила подлинная церковность людей, их участие в таинствах, их жизнь в соответствии с канонами церкви. В работе съезда приняли участие войсковые священники, окормляющие казачество по всей России и за рубежом. Этот форум, по мнению организаторов, стал важным шагом на пути конструктивного взаимодействия казачества, церкви и государственной власти. Это, конечно, огромное событие, на мой взгляд, огромное мероприятие, которое подводит черту, что процесс, как бы, так сказать, вот создания, что ли, завершается, начинается процесс и этап хорошей такой работы, хорошего, дальнейшего восстановления взаимодействия церкви и казачества. Организатор мероприятия Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством с момента своего образования проводит большую работу по духовному окормлению казаков. Работа Синодального комитета объединяет и координирует вооцерковление казачества как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Сегодня прибыло более тысячи делегатов. Зал заполнен, как мы видим. Идут очень глубокие содержательные доклады, из которых мы можем заметить то, что самому казачеству и духовникам очень дорого. Сохранить ценности, сохранить традиции и как можно возобновить их, развить, чтобы они действительно были не только на словах, но в сердцах и на делах. Свободных мест в зале церковных соборов практически не было. У священников и казаков множество общих тем для обсуждения, несмотря на то, что приехали они из разных уголков страны и мира. С этим съездом большие надежды связывает как духовенство, так и сами казаки. Дело в том, что все впервые проходят, но сбор казаков со всей России под единое патриархо и всех духовников должен выработать единую политику в отношении казачества. И должны закончиться те именно спорные моменты. Вот сегодня, я полагаю, что именно будет положено начало окончанию спорных моментов в реестр, община или какие-то иные другие формы казачьих сообществ. Это самое важное. И если удастся с этого съезда нам вынести эти моменты, то это будет достаточно хорошо. Участники съезда получили возможность поделиться практическим опытом и наработками по духовному окормлению казачества. Каждый священник в процессе своего служения имеет собственный уникальный опыт взаимодействия с казаками. В частности, священник, окормляющий казачество Саранской епархии протери Андрей Копейкин считает, что сегодня перед казачьим духовенством стоят принципиально новые задачи. Именно священник, он должен быть активен не только в церковной жизни, но и в жизни мирской. То есть он должен подавать пример. Пример в первую очередь от своей семьи, от самого себя. То есть здесь с этой стороны как раз отчасти может быть казаков получается подхлестнуть. То есть если батюшка увлекается верховой ездой, если священник умеет фехтовать, то естественно казаков конечно это поддевает. Потому что понятно, что многие из них лошадей только видели вблизи, но верховой езде не обучено. В завершении работы первого съезда и после проведенных двух кулинарных заседаний казачьим духовникам был представлен концерт государственного академического кубанского казачьего хора. Итоги съезда на следующий день подвели в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством, где состоялось заседание постоянной профильной комиссии по взаимодействию с церковью в составе Совета при Президенте России по делам казачества. Заседание возглавил председатель комиссии Митрополит Ставропольский и Невиномысский. Сегодня прошла профильная комиссия в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. И на этой комиссии мы конечно подводили итоги нашего съезда. Все присутствующие или почти все были участниками съезда. Все в большом восторге рассказывали об итогах съезда. Ну и были намечены правильные решения. Одно из решений во-первых по итогам этого съезда все материалы сформировать и систематизировать и направить по интернету в войска. Второе обязательно издать сборник по итогам съезда. Третье даже родилось такое решение создать учебно-методический комплекс который можно будет через видео через средства так сказать электронные ему можно будет через него обучать сегодня и священников и казаков в вопросах воцерковления. Это очень важный вопрос и я думаю что это ляжет безусловно вот хорошо хорошим замечательным богатым материалом в процесс воцерковления и духовного укромления казачества. 10 декабря в здании управления Ставропольской и Невиномысской епархии прошла встреча сотрудников информационного отдела епархии со ставропольскими блогерами. Ставропольская и Невиномысская епархия давно сотрудничает со многими СМИ края. Ежедневно обновляются новости на епархиальном сайте выходит ряд телепередач а священнослужители активно ведут блоги и занимаются своими страничками в социальных сетях. Но для освящения деятельности церкви этого недостаточно. Необходимо увеличение активности в соцсетях и привлечение популярных блогеров которые будут публиковать на своих страницах достоверную информацию по резонансным темам. Именно об этом говорили священнослужители и интернет-журналисты. Мы как православная церковь мы заботимся о душах нашей страны. Поэтому мы пригласили блогеров чтобы с ними пообщаться выяснить то есть предложить им то что у нас есть и выяснить их отношение к нам. То есть отношение да что они хотят что они могут предложить. Довольно таки очень интересная была встреча и очень много положительного. То есть в первую очередь то что многие блогеры открыли для себя вообще что такое церковь что она из себя представляет что церковь это Бога человеческий организм. Как отмечают участники встречи это только начало совместной работы и впереди еще множество различных совместных проектов. Что такое именины? Это день памяти того святого с именем которого крещен человек. Дело в том что каждый день православного календаря посвящен памяти какого-либо святого а при крещении каждый православный христианин получает имя какого-то из святых который становится его небесным покровителем. Традиционно день ангела относят на тот день памяти соименного святого который следует непосредственно за днем рождения хотя существует и традиция празднования именин в день памяти самого прославленного соименного святого. На этой неделе свои именины празднуют 16 декабря Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай, Федор. 17 декабря Варвара, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай. 18 декабря Захар, Геннадий, Илья, Сергей. 19 декабря Максим, Николай. 20 декабря День Ангела празднуют Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Сергей. 21 декабря Анфиса, Потап. 22 декабря именины празднуют Владимир, Александр, Анна, Василий и Степан. Телестудия «Град Креста» поздравляет именинников и желает им помощи Божией на многое и благое лето. Почти каждое наше посещение церкви начинается с церковной лавки. С чем бы мы ни приходили, с каким бы горем, радостью или благодарностью Господу, одними из первых на нашем пути встречаются именно они, служащие церковной лавке. Здесь всегда посочувствуют или порадуются вместе с вами, помогут и расскажут о том, как себя нужно вести в храме, если вы только начали приобщаться к православной вере. На территории Андреевского собора города Ставрополя есть церковная лавка. Она создана почти сразу по основанию храма и ее история тесно связана с историей самого собора. В церковной лавке можно приобрести разнообразную церковную утварь. Представлен большой выбор икон, от самых маленьких ламинированных иконок до дорогих писанных, в том числе в рисах из белого металла. Здесь можно приобрести все для таинства крещения и венчания. Это вышитые рушники, крестильные наборы для младенцев и рубашки для взрослых. Есть нательные кресты и образки, восковые свечи, платки, освященное масло, лампадное масло и лампады, ладан, пояса. Здесь же можно найти сувениры и подарки к Рождеству, Пасхе, Дню Ангела и другим православным праздникам. Священнослужители могут приобрести облачения, которые шьют в пошивочном цехе при Андреевском соборе. Приобретая что-либо в церковной лавке, вы можете быть уверены, все, что здесь представлено, сделано на совесть и освящено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова